Я не знаю, кто это за ответит, а вопрос, зачем вы идете в Харис? Значит, давайте Гунару представим слово. Гунар Колесников. В двух словах я объясню, в чем суть. То есть МММ, в принципе, неважно, 11-12, это, так скажем, и есть реальная оппозиция на сегодняшний день. То есть она оппозиция с момента ее образования. Причем оппозиция, которая, я бы назвал ее даже, наверное, системной, по той простой причине, что, во-первых, мы система, во-вторых, к нам серьезно относятся с самого момента образования. То есть достаточно поднять, в общем-то, поднять статьи в интернете по поводу того, как МММ, собственно, выступает против сегодняшней системы финансовой. То есть достаточно просто отследить нашу именно оппозиционную роль на сегодняшний день, оппозиционную к существующей финансовой системе, оппозиционную, вообще к государственному сегодняшнему строю, который, по нашему мнению, он, в общем-то, несправедлив. Давайте чуть-чуть только, да, как бы... Давайте. Зачем в КС идете? Это было краткое вступление. Я, собственно, и объясню, что, исходя из вот этих вот наших взглядов на себя, как на оппозицию, мы, собственно, и решили поучаствовать в выборах в КС, российской оппозиции. И, соответственно, поэтому пытались зарегистрироваться кандидатами. То есть по поводу механизма нашей регистрации я поясню, то есть прямых указаний, как таковых, их не было, в принципе. То есть через товарища по партии, через знакомых в руководстве, собственно, да, с системой мы были в курсе, что, собственно, формируется вот такой вот совет в позиции. Поэтому, собственно, каждый в него и уступили. То есть это было добровольное решение каждого. То есть не было никаких, так скажем, указаний, каких-то угроз, что, значит, мы будем исключены из системы, если мы туда не зарегистрируемся как кандидаты. То есть это было добровольное решение. Я бы так сказал, что именно вот идейные члены МММ, которые реально понимают роль МММ в нашей стране, они зарегистрировались, пытались зарегистрироваться кандидатами. Мы вот сейчас вот здесь четвером, мы это реально, мы члены партии МММ, представляем ЦК Московского отделения партии МММ. Вот, и активные, вообще, мы были на 16 сентября на очередительном собрании в Курске. Вот, но, значит, предложение, значит, о том, чтобы нам зарегистрироваться, это мы каждый сам принимали решение. Вот, значит, меня первым зарегистрировали как обычного человека, потому что пообщавшись еще, да, значит, мы решили мою расширенную биографию сначала, а потому что действительно я обычный человек, почему обычным людям нельзя регистрироваться в Комиссионный Совет? По-моему, вот, вот, поэтому мы как обычный человек, еще потом от нашей, значит, от нашей системы еще 30 человек, как обычные люди. После этого, значит, ЦВК начал рассматривать как так, и они просто, я не знаю как, они испугались, или что это. Они взяли и удалили ни за что, ни по каким причинам, не стали регистрировать кандидатам. Я не знаю, наверное, испугались того, что действительно наша система очень сильная, потому что, во-первых, Сергей Пантелеич, значит, строя систему, он сделал так, что наши люди это активны и в плане, и в интернете, да, и мы умеем командно и голосовать, командно участвовать в каких-то дебатах, каких-то, вот, в любых мероприятиях в интернете. Мы имеем все четко активную позицию, и мы поддержим идею Сергея Пантелеича. Скорее всего, они просто испугались, Конституционный Совет, Центральный Выборный Комитет испугался. Значит, исключили 30 человек, которые обычные люди. Но от системы были зарегистрированы еще 30 человек, как люди не то что обычные, а они расширенную свою биографию. Их тоже не зарегистрировали, как в качестве кандидата. Причем не вернули взносы. Значит, взносы вступительные по 10 тысяч, они не вернули. Другое дело, что нам компенсируют системы это, потому что бороться с ними, это просто невозможно, с Центральным Выборным Комитетом. Потому что они устраивают такие правила. То же самое оставили меня как одного кандидата, но предъявили условия, что я должен полностью расписать биографию и так далее. То есть я должен был выполнить ряд их условий после того, как они уже удалили 60 наших человек. Соответственно, мы посчитали, и я в том числе, я тоже так считаю, что это несправедливо. Если бы я заполнил расширенное свое, пошел на поводу, соответственно, мы бы согласились с тем, что они правильно удалили этих 60 человек. Мы считаем, что это не пошли. Но они каким-то образом решили оставить меня там буквально на какие-то сутки. За эти сутки Сергей Пантелеевич дал команду голосовать за меня, и в результате я обошел всех этих кандидатов Навального, Каспарова, Собчак, Будкова и так далее. Тем самым ЦВК вообще они были в шоке. Они были в шоке, и, соответственно, они решили меня удалить. И как бы вот они типа нас предупредили и так далее. А заслуги, чисто моей заслуги в этом нет абсолютно никакой. Это вся заслуга принадлежит Сергею Пантелеевичу и той системе, которую он создал. Но вот я видел, там достаточно много обсуждалось с этим поступком, ну, это вот сомнодействие, да, и говорили о том, что вот Мамброй заключил сделку с Кремлем и специально троллит на Конституционный Совет. Кто-то ответит мне. Ну, да, собственно. Ну, я считаю, что это, конечно, сказки. И вообще, все, что заявляют, ну, например, о том, что были звонки сделаны у кандидата, это абсолютная ложь, то есть никаких никому звонков не было. Я прошу прощения, Наталья Иссаевна. Наталья Иссаевна. Ну, ввиду того, что мы в одной системе общаемся, в чатах друг с другом, никому никаких звонков не было. Ну, в частности, мы. Я дополню от себя, значит, я лично, Гунар Колесников, я регистрировался в кандидаты Центрального Выборного Комитета, я не указывал про себя, что я обычный человек, то есть я реально написал, что я гражданин-патриот, блогер и т.д. Собственно, там, где шло про биографию, я, естественно, написал свою биографию вкратце. Там, где была строчка по поводу аккаунта в соцсетях, я не стесняясь указал свой аккаунт в соцсетях, где там, в общем-то, четко и ясно было, что я состою в МММ на сегодняшний день. То есть, поэтому говорить о какой-то фальсификации тут вообще не приходится. То есть я был прозрачен на 100%. При этом... Фальсификацией на крупном я не занимаются, потому что Сергей Пантелеевич, значит, попросил участников системы зарегистрироваться и поддержать Бандарика. Это от инвенциалистических сил. Значит, в результате Бандарик набрал 87%, и одно момент, в этот же день, вдруг у него стало 13%. Как это? Что это значит? Это они просто скрутили. Задизорчивают? Поэтому, как Сергей Пантелеевич говорил, там демоны сидят, они занимаются мошенничеством прямым, мошенничеством, скручивают и так далее. И реальной силе оппозиции в лице Сергея Пантелеевича и системы, ОММ, они просто боятся и не дают никак. То есть вот Сергей Пантелеевич хотел скрыть эти нарывы, которые происходят в Кромеционном Совете, в оппозиции. Вот они на лицо. А давайте мы туда просто сверечислим, что стало ясно после, скажем, попытки в вашей попытке участвовать в этом моменте? Что для того, чтобы это стало ясно? По непонятной, в связи с этим. Вот это прям Андрей Маховиков, тоже руководитель системы. Ну да, я просто хотел добавить пару фраз, потому что Сочи получилось довольно резко. Я хотел немножко унести ясную ситуацию. По поводу того, что никому не звонили, мы же не можем узнать про всех. Вот нам конкретно не звонили. Они написали на сайте, что был выборочный обзвал. То есть они очень аккуратно это написали, они могут сказать, мы позвонили одному человеку, уже выборочный. То есть мы не можем утверждать, что они вообще никому не звонили. Мы явно не всем. Это первое. Во-вторых, по поводу того, что там было заявление, как причина. Я читал список причины отказа. Почему нам отказали? Мы не предоставили достоверные данные, не указали свою принадлежность к партии ММН. Но вот как бы мы могли угадать, если партия ММН еще официально не зарегистрирована даже, что это имеется каким-то важным моментом, что мы должны именно это указать. А может мы должны указать какую-то принадлежность партии какой-то еще. Как вот указать? Вот здесь не состою, здесь не состою, здесь не состою. Забыл? Вот в Никарабу никогда не был. Все недостоверные данные предоставил. Вот это выглядело как издевательство. А издевательство номер два, что нам они предоставили возможность свинуть средства. Но вопрос как? Они говорят, до первого октября, то есть там три дня осталось, нужно подать в письменном виде заявление, в котором написать, что мы такие ошиблись, сделали перевод неправильно, написали причину, почему мы ошиблись, и сделать так, чтобы это письмо дошло не позднее 15 октября. То есть чтобы мы его отправили до первого, и чтобы оно дошло до пятнадцатого. Как мы потом это докажем? Отправили по штемплю, да. Вдруг оно там болталось три недели, все, оно не дошло. И мы не докажем, что оно дошло или не дошло. Я только не знаю. Вот эти условия, ну, мягко скажем, оскорбительные, то есть мы должны доказывать, мы должны врать, что мы ошиблись. Мы не ошибались. Они признали, что у нас что-то не так в регистрации. Ну вот я тоже запомнил свою анкету полностью, и у меня было что там заполнять, потому что я уже с 2008 года, еще со временем кризиса, когда я начал бороться с несправедливостью, это были мои пикеты против банковского беспредела в 2008. Когда под кризис очень много банков слизывали в деньги клиентов, списывали их на разные способы. То есть я видел по кухне внутри, я видел, как они подкупают суд, как они прямо в суде, подправляют договор, потому что я с ними судился, и была большая группа со мной. Это были коллективные пикеты пять штук. Они в 2009-2010 мы пользуются банковым беспрошлами. Это к тому, что Андрей Муряков непосредственно участвовал в марше миллионов на проспекте Сахарова, на Болотной площади. Там был, в общем, в основном... Есть документальные, почему мы не опозицилили. То есть вопрос, что... Просто МММ все цитает. Я, ты в общем, не скрывал тоже, у меня были контакты в соцсетях предоставлены. Естественно, они могли увидеть, что в соцсетях у меня есть ролики, то есть я часто хожу с камерой на эти события, я стараюсь объективно их снимать со стороны и пытаться анализировать, что происходит. Поэтому такие ролики, у них много, я их все время укладываю. Там и про МММ есть, там и про митинг на Болотной, там все это есть. И про банки, и про много. Ну, много лет у меня такие ролики уже. Копятся, и там посещаем шикарно. Ну, это разве я что-то скрываю? То есть мы открыто, честно у себя предлагали, биографию свою указывают достоверно. То есть не скрывая, не маскируя тот факт, что мы в одном участвуем. Ну, не трудно было, конечно, догадаться, вычислить. Ну да. Вот все-таки вернемся, Антис, да. Вот там вопрос, вот что после вашего участия-неучастия, да, скажем так. Вот для вас стало ясно в связи с этим комитетом? Мне ясно, что в Центральном выборном комитете сидят нечестные люди, которые пользуются своим административным ресурсом и просто мошенничают. Это, во-первых, для себя ясно. Еще раз для себя я понял, что Сергей Пантелеевич – это гениальный человек. Он знал, что, ну, возможно, предполагал, что там честные люди, но, как оказалось, и на дожде, и на эхо Москвы. Там занимаются накрутками, действуют в интересах определенных лиц, неизвестно кого, ну и так далее. А на самом деле общество теряет опять, как бы, вот, наше обращение, обращение системы МММ-2011, да, 2012, которая реально несет к хорошей, доброй людям, да, и мы хотим об этом всей стране и всему миру сказать об этом. Нас опять не дают нам, как бы, лучше. Мне кажется немножко странным. Вы это достаточно, ну, вот я так понял, по-вашему рассказываю, жесткая структурируемая система. Да. Достаточно многочисленная. Идете в коллекционный совет, который вообще непонятно, что это такое, и что это было. Зачем вам это надо было? Я, вот, возвращаясь к первому вопросу, когда-то было, да, вот, вы, у вас же все-таки люди, все и есть. Зачем вам нужен был коллекционный совет? Значит, коллекционный совет для чего? Вот, я в марше миллионов не участвовал, да, я даже скажу больше. В принципе, была возможность и, вот, в феврале, но тогда я своих людей, у меня структура Гвардия, одна из крупнейших структур была, в моем-мое, 12. Я просто, да, 11. Я просто не стал выводить людей, потому что был мороз, да, я просто пожалел своих людей. Ну, это ладно, другой вопрос. Но мы сами проводили митинги, где я в том числе выступал, господин товарищ Колбасов, вот. Это 16 июня было, 2011 года, где мы просто против власти выступали. Почему? Потому что Сергей Пантелеич, наш единственный лидер, он говорит о том, что финансовый мир несправедлив, и мы тоже так все считаем. Но в том числе участвуют люди, которые находятся во власти. Они тоже, они уже практически 20 лет в власти, не могут ничего сделать, поменять. А мы вот идем за своим лидером, и мы хотим поменять мир. Поэтому мы идем в Комиссионный совет. И везде, куда мы не идем, мы пытаемся людям донести правду, нашу правду, о том, что Сергей Пантелеич не вор и не мошенник, а он гениальный человек. И за ним стоят реальные дела. И за нами будущее, и за нами будет победа. Финансовый апокалипсис неизбежен. Спасайся на Ковчеге в ММА в 2013. 20-21 октября будут эти голосования? Какие-то меры вы будете принимать? Я так понял, что вам достаточно легко можно обрушить это голосование. Я думаю, что обязательно мы будем делать все, как то, что наш руководитель говорит. Я читал, что опасения о том, что сторонники МММ проголосуют разумеют за то, что сняты, проголосуют за акт, ну уж явно непроходных кандидатов, и там сам покажет себя. Да, дело в том, что, понимаете, очень многие, там, те, кто Каспаров, Гудков, они известные личности. Но мы хотим показать, мы покажем силу свою о том, что нас больше, нас много, и даже от личностных качеств не зависит многих кандидатов. То есть, если к нам обратятся люди, к Сергею Пантелеевичу непосредственно, а он обращался к кандидатам, кто хотите, мы вас поддержим. Поэтому те люди, которые к нам обратятся, мы за них проголосуем. И если эти демоны не накрутят, то наши кандидаты победят. Причем мы можем не разделять их взглядов. То есть, это их личное дело. Взять, например, те же националистические силы, это их убеждение, это их дело. Но если они обратились к нам с просьбой о поддержке, мы их поддержим. Именно потому, что наших кандидатов отсеяли изначально. И вообще, если подытожить по вашим вопросам, что нам стало ясно, ясно стало, что там идет своя дележка, своего пирога. То есть, по факту, на сегодняшний день проводятся вот эти вот регистрации, проведены уже регистрации кандидатов. Это те же самые персоны, которые распиарены в медиа, то есть, Гудков, Собчак и так далее. Они могут из себя представлять, что это как политики, это в принципе их дело. Вопрос не в этом. Вопрос в другом, что в наших регионах тоже есть оппозиционеры, которые проводят те же митинги. На сегодняшний день регионы практически не представлены в числе кандидатов. Про МММ мы уже говорили, то есть, необоснованно отклонено МММ. Насчет дальнейших движений по поддержке кандидатов, которые там есть, кто-то к нам обращался за поддержкой, кто-то не обращался, но находится в последних рядах по той простой причине, что это не система. То есть, это люди, которые реально пытаются пройти в Совет оппозиции по своим взглядам. Вот именно таких мы и поддерживаем. Ну и сейчас еще раз обнажились. Смотрите, кто идет к власти. Они его как оппозиция, они же позиционируют, что нет, и идут к власти. Соответственно, к власти идут, ну, как говорит Сергей Пантелеевич, демоны, люди, которые обманывают. Вот. Мы вот против этого. Поэтому мы будем по-любому будем пытаться, чтобы пройти, прошли люди туда более достойные. И опять обнажаются. Вот они, казалось бы, борются с драконом, а сами тоже являются. Они рвутся к власти. Это тоже не есть хорошо, потому что, исходя из того, что они еще не родились, как Координационный Совет, и уже идут такие потасовки на выборах, вот лично я могу себе представить, во что это выльется, не дай бог они к власти прорвутся. То, что мы имеем сегодня в качестве Единой России, выборов, которые прошли, это при всех, при всей критике, которая была, это цветочек, по сравнению с тем, что мы видим в этой нарождающейся оппозиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова